Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов впервые прошли в Японии в 1953 году. Сегодня движение «Обилимпец» объединяет уже 46 стран мира. С этого года в них участвуют все регионы нашей страны. Сегодня в Чувашии школьники и студенты учебных заведений состязаются за право участвовать в национальном чемпионате, который должен пройти в конце ноября в Москве. По всех компетенциях свои требования. Например, поварам не поставят высоких оценок за рулет фаршированный сыром и шпинатом с апельсиново-сливочным соусом и гарниром, если не будет выполнен ряд требований. Эксперты проверяют навыки работы с ножом, профессиональную гигиену, наличие санитарной одежды, допустим. Это наличие перчаток одноразовых, наличие цветных досок, корректное использование цветных досок, навыки работы с продуктом, технологии приготовления, чтобы не была нарушена. На другой площадке уже другие страсти. Здесь мастерам столярного дела предстоит поколдовать на десятком деревянных брусков. За четыре часа без единого гвоздя изготовить такую столешницу. Нужна гладкость, прочность, зазоры, чтобы не было, линейный размер, чтобы был правильный размер. Качество выполнения внутренних соединений тоже и шлифования. Зазоры подключения техники безопасности минус три. Граммы, миллиметры, секунды – все на счету. Через больную систему пройти должны 50 участников по 10 компетенциям. На отборочном региональном туре профмастерства впервые пробуют свои силы и вязальщицы крючком. Выполнить техническое задание – связать прихватку и декорировать ее этими же нитками, то есть придумать дизайн. Связать цветочек или листик – это фантазия участника, чтобы показать свои творческие способности, чтобы они в любой ситуации в жизни могли проявить творчество и реализоваться. Вязание крючком – это такой вид деятельности, который помогает ребенку социально адаптироваться в обществе. Почему именно? Потому что развивается моторика пальцев. Через моторику развивается интеллект ребенка, память, мышление. Для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс – это возможность не только проявить себя, но и трудоустроиться. Такую задачу ставят перед собой организаторы Олимпиады профессионального мастерства. Конечно, на площадках их увидят работодатели, у них появится огромная возможность выбора работодателя для дальнейшего трудоустройства. Работодатели у нас участвуют в качестве спонсоров, спонсоров по организации площадки, спонсоров по предоставлению призов. И мы их приглашаем для ознакомления с площадкой, чтобы они посмотрели на участников и подыскали себе будущих работников. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.